На стадионе Металлург состоялся турнир памяти Александра Цыганкова, талантливого футболиста из Видного, безвременно ушедшего 12 лет назад. Все эти годы друзья и близкие проводят ветеранские соревнования по футболу, спорту, который действительно был номером один для Александра Павловича. Известный человек у нас в районе в городе, известный футболист. В свое время он играл за местную команду Металлург, был капитаном этой команды. И сегодняшний турнир, он очень посвящен памяти этого человека. Я считаю, что у нас в городе, в районе должны быть местные свои, коренные люди, на которых мы могли бы равняться. Один из тех, кто стоял у истоков проведения турнира – Александр Родионов, много лет игравший вместе с Александром Цыганковым за одну команду. Когда Саша ушел от нас, скоропостижно, неожиданно, ну вот, просто у нас как раз первенство проходило. Ну, подумали, посидели, нужно как-то это увековечить, что ли, или что-то сделать такое хорошее, памятное. И решили провести турнир. Ну, и инициатива исходилась от нашей команды. В этом году в соревнованиях приняли участие шесть клубов. Уже много лет турнир является международным. Кроме команд из Видного и Москвы, на поле Металлурга вышли футболисты из Черногории. Каждый год участие на этом турнире. Нам нравится, и так друзья здесь. Не стареют душой ветераны спорта. Виктор Иванович Старостин в свои 72 года до сих пор в заявке на игры. Форму он сохраняет благодаря соблюдению режима. С зарядки надо с утра начинать, диетическое питание, постоянные, чтобы не срывать тренировки, чтобы были всегда, ну, не такие уж сильные нагрузки, как у мастеров, но, чтобы человек был в форме. Хороший турнир, приятные встретились друзья, все хорошо, играем, получаем наслаждение. Привет городу, светлой памяти нашему другу Александру Цыганкову. По итогам игр в финальном противостоянии встретились Видновский союз и Московская старая площадь. Сильнее оказались видновчане. Матч за третье место проходил в упорной борьбе, и победителя удалось выявить только в серии пенальти, где у гостей из Черногории удары по воротам оказались более точными, чем у команды торгово-промышленной палаты. Ведь мы понимаем, что поддерживая память друга, футболиста и так далее, мы в первую очередь пропагандируем для молодежи и для детей здоровый образ жизни. В следующем году Александру Цыганкову исполнилось бы 70 лет. По этому случаю организаторы обещают подготовить особенное мероприятие. Спортивные традиции в нашем муниципалитете сильны, и можно быть уверенными, что память об Александре Цыганкове, который оставил яркий след в истории видновского футбола, сохранится у будущих поколений. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.